Одно из самых ожидаемых событий в этом году это встреча Василия Ломаченко и Теофима Лопеса. Можно ли назвать американского боксера самым опасным соперником для Василия в его карьере? Рассионально. Скорее достаточно опасным, потому что, как мы видели, Василий в принципе, ну чуть-чуть свой вот этот нереальный какой-то космический просто метеоритный темп он начинает замедлять. Ну, что естественно, все-таки весовая категория та, в которой ты, в общем-то, начинаешь стареть достаточно рано. Но другой вопрос, что по большому счету все вот эти громкие обещания соперников Василия Ломаченко, то, что я уже знаю, как против него боксировать, я его просчитал, они почему-то заканчиваются все в ринге. Поэтому Лопес наговорил, мне кажется, вообще, ну там просто уже три горы и маленькую пирамидку больше, да. Но, тем не менее, в общем-то, уверенность и самоуверенность, это, наверное, хорошо. Но мне кажется, что Лопес сам еще не встречался с такого уровня соперниками, как Ломаченко. А Ломаченко, они люди не глупые, они прекрасно понимают, чего ожидать от Лопеса, какие травмы есть у Василия, вот эта его рука многострадальная, которая сейчас травмируется. То есть они, я думаю, что поберегут себя и своего боксера, и Лопесу, в принципе, я бы давал меньше шансов, чем Василию. А как оцените предыдущих соперников Василия Ломаченко? Кого считаете наиболее опасным, наиболее оказавшим сильную конкуренцию вот до этого момента? Мне понравился поединок с Ленаресом, и он чем мне понравился? Тем, что конкретно тот бой, он показал, что по большому счету для Василия основную опасность несет он сам. Потому что какие бы ни были имена, какие бы ни были достижения у соперников, то есть они либо сдавались до этого очень часто, либо здесь Василий, когда сам уже увлекается, когда сам слишком в себя верит. И это вот что-то похвально, да, но когда ты слишком в себя веришь, что у тебя вообще все получается, ты теряешь концентрацию, и этим кто-то может воспользоваться. И здесь как раз, мне кажется, вот в поединке с Ленаресом это был отличный вариант для того, чтобы узнать про себя что-то новое, и для того, чтобы понять, что нет, все-таки есть еще куда расти и куда развиваться. А увидели ли вы какие-то слабые места у Василия Ломаченко за те бои, которые он проводил? Чем можно пользоваться его соперником? Есть ли что-то такое? Ну, есть такая фишка, то есть я, конечно, понимаю, что я могу сейчас поднять волну хейта огромную. Да, давайте поднимите, я кину ссылку всем украинским болельщикам. Но, вот честно сказать, Ломаченко, он иногда повторяется в своих боях, он не делает, по большому счету, ничего нового, он уходит в сторону, потом выцеливает и начинает разворачиваться. Почему-то этого момента никто не просчитал, собственно говоря, из его оппонентов. Скорее всего, Ломаченко это делает так неожиданно и так подготовлено, что они просто не успевают, даже если просматривают, собственно говоря, все его поединки, здесь, в общем-то, стиль его просчитать. Поэтому, в общем-то, другой вопрос, что Ломаченко, он пока выигрывает за счет скорости, за счет работы ног, феноменальной абсолютно работы ног, я действительно восхищаюсь. Но, так или иначе, мы уже видим, вот я уже отмечал, это есть замедление. И, как бы ни был хорош Ломаченко сейчас, о какой-то карьере, о его наследии мы будем говорить только лишь о том, когда он эту карьеру закончит. И далеко не факт, что те болельщики, которые сейчас просто фанатеют от Ломаченко, они будут его помнить потом. Как бы это, в общем-то, печально не было, потому что, ну, в любом случае, легенды уходят, да, и сейчас, в общем-то, все на хайпе, да, как модно сейчас говорить, и считаются там самым верхом в боксе. Но потом те же самые болельщики, они, в общем-то, могут ненавидеть этого бойца за то, что он вдруг проиграет. Неоднократно такое, кстати, бывало. И раз разговор зашел о легендах, то давайте о встрече двух легенд мирового бокса. Майк Тайсон с американской стороны и с российской стороны Рой Джонс. Собирается тоже встретиться спустя уже много лет после того, как карьеры завершили. Ждете ли вы от этого поединка что-то особенное, или это уже настолько ветеранский бой, что здесь мы не увидим даже намека на былых Тайсона и Джонса? Я, честно сказать, не очень понимаю многих фанатов, ну, потому что, собственно говоря, что Тайсон, что Джонс, они люди в боксе, несомненно, великие, несомненно, легендарные. Но не забывайте, что их время уже прошло, так или иначе. И сейчас это исключительно вопрос денег и вопрос шоу, потому что Джонс начинает набивать себе цену, говорит о том, что я готов отказаться, если вы мне не предложите большие деньги и все прочее. И, честно сказать, и фигура Тайсона, и фигура Джонса, как бы, наверное, кому-то не обидно было это слышать, да, и как бы, наверное, все сейчас не говорили о том, а кто ты такой, ты в боксе ничего не понимаешь, окей, ребята, я ничего не понимаю в боксе. Но Джонс, по большому счету, был сделан, сделанным бойцом, так же, как где-то отчасти и Тайсон, потому что, да, достижения, я их ни в коей мере не умоляю. И самый ранний чемпион, в общем-то, мира в тяжелом весе и так далее, то есть, ну, вы все это знаете, и без меня прекрасно. Но Джонс, он, по большому счету, убежал из супертяжелого веса от всех опасных соперников. Ему предлагали поединок с Тайсоном, предлагали большие очень деньги, но он решил уйти туда, где его встретил Тарвер, и, собственно говоря, мы все помним прекрасно, что сделал Тарвер с Джонсом. Тайсон сейчас набрал какую-то нереальную форму, и есть подозрение о том, что он набрал эту форму, собственно говоря, благодаря веселым смешным таблеточкам, может быть не очень смешным, но точно те, которые ему помогают. Другой вопрос, что, в общем-то, Тайсон, если бы вы с ним встретились в реальной жизни, он не был бы таким приятным дедушкой, каким он является сейчас. Он был настоящим агрессором, настоящим злым парнем, и, собственно говоря, далеко не всегда адекватным. Да, он вырубал благодаря этой агрессии людей на ринге, и это было круто и здорово, но, собственно говоря, окей, может быть, многие за него болеют, в общем-то, Тайсон тоже один из тех спортсменов, который мне импонирует, например, когда меня спрашивают, кто ваш любимый боксер. Я не могу назвать его любимым боксером, но он однозначно боксер, который сделал достаточно многое для этого вида спорта. Сейчас, ребята, это просто бой двух старых чуваков за деньги, по большому счету. Вот и все. То есть, как бы, это просто шоу. Ну, а скажите о том, кто, на ваш взгляд, в этой встрече победит? Пусть, допустим, все-таки Роджонс получит свои 20 рублей, которые он требует. О победе здесь я бы, наверное, даже не думал, потому что у меня, наверное, ключевой вопрос, как и у очень многих, это сможет ли Тайсон придержать свои рефлексы и отыграть. Потому что, по большому счету, все выставочные бои, это, ну, так или иначе, это театр. То есть, хорошо хотя бы им не заставляют их надевать шлемы, то есть им дали возможность боксировать без. То есть, может быть, Тайсон пропустит, а я думаю, что Джонс так или иначе какой-то свой удар донесет, и у него проснется вот тот самый дикий зверь, который очень всем импонирует, и он Джонса рубанет. Но не забывайте, Джонс человек уже достаточно старый. Если мы можем говорить без купюр, то у него в поединке с Макринелли, по большому счету, чуть ли там не было клинической смерти. Ребята, вы как бы можете болеть за это все, можете, как бы, в общем-то, хейтить нас о том, что мы ничего не понимаем в боксе. Но, друзья, в этом виде спорта, в общем-то, ты рискуешь достаточно многим, особенно выходя на поединок в той форме, в которой ты был. Джонс, на мой взгляд, я очень люблю этого боксера, но, на мой взгляд, он все свое наследие просто откровенно растерял в конце карьеры. Он не смог вовремя уйти. Сейчас, в общем-то, мне тоже не импонирует тот момент, что он напрашивается на большее количество денег. Да, это понятное дело, что все мы хотим зарабатывать так или иначе, но большой веры в этот бой, как в что-то очень значимое, у меня нет. Если я ошибусь, будет здорово, потому что, собственно говоря, мы увидим классное противостояние. Если нет, ну, в общем-то, хотя бы ожидания наши не оправдаются, ну, в плане того, что не будут, в общем-то, сверх ожиданий каких-то от этого боя. Ну, и последний, Роман, вопрос. Самый тяжелый, как всегда. Назовите, пожалуйста, пятерых боксеров современности, которые вам наиболее импонируют или за которыми вы бы советовали всем болельщикам бокса обязательно следить? Пятерочка, да, такая. Это Александр Усик. Человек, наверное, пока на данный момент мне нравится больше всего. То есть я хочу так просто. Я пройдусь, наверное, попробую по весам. Усик. Тайсон Фьюри. Однозначно. Крутой парень. Чемпиона наших в полутяжелом весе, допустим. Ну, пропускаем их. Нет, вот, кстати, не скажу. Да, если, допустим, вот, то есть здесь не надо упрекать меня, да, в отличие, там, вне наличия патриотизма, да, я хорошо знаком с Дмитрием Биволом, мы с ним писали интервью, и он, в общем-то, тоже говорил о том, что мне не важно, что мне кто рекомендует. Но я считаю, что Диме в том виде спорта, в котором он сейчас уступает, с теми достижениями, ну, не хватает зрелищности. Он прекрасно понимает, в общем-то, да, все плюсы, все минусы. Он рассказывал о том, что он хочет сейчас удерживать пояс максимально долго, но настоящей популярности в США ты не добьешься, если ты не будешь, собственно говоря, показывать яркие бои. Яркие бои показывает Тим Зю, это третий человек. В общем-то, Тим Зю был малоизвестен нашей публике, он, в общем-то, буквально ворвался сейчас на такую площадку российского бокса, ворвался более чем ярко, и я думаю, что это как раз вопрос о наследии. Еще вам достаются двое... Ну, допустим, Теренс Кроуфорд, Альварес, кто-то, может, из мелких весов. Вот я, наверное, да, вот, наверное, все-таки перешел бы в мел... Потому что Кроуфорд, Альварес, да, это крутые ребята, то есть, в общем-то, но за ними и так все следят. То есть, хочется все-таки найти кого-то, кто еще не столь славен, наверное. То есть, Лео Санта-Круз, кстати, он мне достаточно нравится, то есть, их великолепное предстояние с Карлом Фрэмптоном, и Фрэмптон-то начинает сдуваться, а Санта-Круз, наоборот, обороты набирает. Ну и науину. Вот этот парень, он однозначный монстр, то есть, здесь он постарался пройтись по многим весовым категориям, да, то есть, в общем-то, упомянул кого-то из очень популярных ребят, но это те, кто мне действительно нравится. Роман, большое вам спасибо, удачи вам в вашей профессиональной карьере, да и в личной жизни тоже. Как обычно, друзья, болейте боями и побеждайте достойно.